Так, всем привет, с вами Исхан и игра Genshin Impact. Алрани. Бегаю тут по Инозуме, на острове Рита сейчас нахожусь и тут вот квестик у меня. Давайте его сделаем. Что за квестик? Эй, путешественница, что ты тут делаешь? Ты Алрани? После того, как ты помогла мне собрать материалы, собиралась написать работу, посвященную глазам Бога и силе стихий. Мы что, разве с ней встречались? План был составлен, необходимые материалы были найдены и ты была примером человека, способного использовать силу стихий, несмотря на отсутствие глаза Бога. Я набросала первый черновик и отправила его в Академию, чтобы мой научный руководитель его рассмотрел, но в итоге тема работы поверхностно, логика не подается пониманию, содержание невыразумительное и бессвязное. Мой научный труд без церемонии отклонили, в очередной раз. Значит, будешь переписывать? Да. Ну что ж, я уже дважды его переписывал, ничего страшного, если перепишу снова. Первый раз я хотел отправиться в Манштадт, чтобы собрать данные и написать труд о жизни в этом городе и о хранителях четырех ветров. Но стоило мне пройти каменные врата, я узнал, что двалин Дракон Востока, который должен был быть одним из хранителей четырех ветров Манштадта, внезапно напал на Манштадт. Я приехал в Манштадт специально для того, чтобы посоветоваться с господином Саидом, но он тоже не знал, почему это случилось и не смог помочь мне с научным трудом. Так как у меня не было ни основного тезиса, ни доказательств, мне пришлось выбрать другую тему. Поэтому это правило с Льюи. Да, я решил, что раз Геоархонт в Льюи так усердно исполняет свои обязанности, лично охраняет Льюи и руководит его развитием, то я смогу собрать достаточно данных, чтобы написать научный труд о взаимоотношениях Геоархонта и Льюи. И тут, тут мурак, внезапно, да уж. Никто не ожидал такого. После того, как я дважды потерпел неудачу, у меня не оставалось выбора. Мне нужно было написать достойный труд, научный труд, иначе я бы больше никогда не осунулся в академию. Поэтому я хотел отправиться в сельскую местность Льюи, чтобы изучить ее и найти подходящую тему для научного труда. Но ты уже знаешь, что было дальше. Честно говоря, я не помню эту дамочку. Но, видимо, мы уже какое-то задание с ней делали в Льюи. Только я не помню. Честно говоря, даже когда похитители сокровищ захватили меня в плен и выпытывали, где спрятаны сокровища, я так волновалась, я не так волновалась, как когда писала свой научный труд. По крайней мере, мне было ясно, чего они от меня хотели. А вот чего ждет мой научный руководитель, я никак не могу понять. А что, писать научный труд, это так страшно? Страшно не писать его, а предвкушать реакцию научного руководителя. Вообще-то он очень грамотный и терпеливый человек. Но когда преподаватели проверяют работу студентов, они внезапно преображаются и становятся пугающими, какими бы они ни были в обычной жизни. Поэтому я так и не смогла сдать свой научный труд, а срок уже скоро подойдет к концу. Мой преподаватель, наверное, уже теряет терпение. Если я посмею вернуться в Академию с пустыми руками, он наверняка отправит меня подметать в библиотеку до конца моих дней. Поэтому я приехал в Инадзуму, чтобы исследовать менее популярные темы. Например, то, как охота на глаза Бога повлияла на условия жизни людей в Инадзуме. Смотри, чтобы тебя снова не похитили. Все будет в порядке. У меня нет глаза Бога. Если бы охота на глаза Бога еще действовала, это можно было бы считать преимуществом. Я придумал, как мне провести расследование. Для начала нужно собрать данные о повседневной жизни людей на острове. Если хочешь, путешественница, ты можешь помочь и их собрать. Ладно. Идем. На этом острове еще достаточно магазинов, куда можно заглянуть. Начнем с магазина под названием Эйпэкусу. Блять, название. Путешественница. Думаю, что фотографии отличный способ запечатлеть образ жизни в Инадзуме. Для начала снимем на камеру Эйпэкусу. Это что, я сейчас сфотографировать должен, что ли? Ну, ладно. Так, давайте сейчас нам камеру поставим. Давай вот эту специальную камеру. Эй, не-не-не, нафиг мне. Хотя. Давай вот эту лучше камеру. Так, не понял. Сфотографируйте Эйпэкусу и его владельца. Так, сфотографировать. А с какой точки? Так, не понял. Погоди, а что у меня в задании-то не выделилось? Честно, в последнее время задание не выделяется нифига. Так, сфотографировали. Так, вот они какие, фирменные Инадзумские товары. Эй, что ты делаешь? Привет, я, ранний ученый, суммир. Я провожу исследования об Инадзуме для своего научного труда. Исследуешь нас в такое время? Как-то подозрительно. Мне нет дела до твоей цели. Твое поведение меня тревожит. Так что просто уходи. Ну, ожидаемо. Хозяйка магазина выглядит не очень дружелюбной. Может, лучше сходить... Чего она сказала, я не понял. Ну, короче, в какой-то другой магазин хочет сходить. Ну, я не уделю, если бы и этот дядька тоже нам сейчас недобро так нам что-нибудь скажет. Привет, что делаете, ребята? Привет, я исследовательница из Академии, да? Не ожидал встретить здесь кого-то вроде тебя. Откуда ты? Хватило одного взгляда, чтобы понять, что ты исследовательница. В суммиру я на них насмотрелся. Так ты прошла весь этот путь и суммированно, ради того, как называется, так называемого социологического исследования? Да, а сейчас я делаю кое-какие приготовления. А ты тоже из Академии? Нет, у меня нет способностей к наукам, я всего лишь обычный купец. Раз уж ты работаешь над научным трудом, то можешь записывать здесь все, что пожелаешь. Но для начала позволь мне дать тебе совет. Инспекция по делам чужеземцев опасается приезжих вроде нас с тобой, поэтому во время исследования веди себя поскромнее. Если попадешь в переделку, то иностранки вроде тебя, только-только приехавшие вы на Дзуму, выпутаться будет непросто. Я понимаю, спасибо. Хорошо, тогда можешь приступать. Начинай записывать. Видишь ты какой? Делавые люди в Анасуме все такие неприветливые конострасы? Попробуй найти кого-то другого. Там впереди есть причал, может мы сумеем приготовить... Блин, да я не успеваю читать, а вот это вот меня бесит. В играх, где вот такие вот тексты не успеваешь прочитать. Оба-то, рыбак. Так, тут вот стражники стоят, не уделюсь ли, они сейчас нам втык сделают за все это. За эти фотографирования. Привет, что вы здесь делаете? Привет, я ларганий ученый из Ассумир. Провожу здесь кое-какие научные исследования. Исследования? Я рыбак, что здесь можно исследовать? И у тебя есть разрешение инспекции по делам чужеземцев, чтобы заниматься таким подозрительными делами? От гонсира я слышал, что от такого рода поведения следует докладывать на инспекции. Разве не так? А зачем вообще нужно разрешение для таких обыденных занятий? А? Зачем? Что это вообще такое? Раньше я ничего подобного не слышал. С каждой минуты ты ведешь себя все подозрительнее. Лучше бы нам с тобой сходить к госпоже Кагайями. Она чиновница в инспекции и придумает, как решить твое дело. Стой, погоди, я всего лишь научная работница, и я схожу в инспекцию позднее. Господин Абата, что здесь происходит? Я услышал ваш шум издалека. Это этот Вахит, который нас предупреждал как раз о проблемах. О, это господин Вахит. Вот эти двое повсюду слонялись, утверждая, что проводят какое-то научное исследование. Ну, я спросил, и у них, похоже, нет разрешения от инспекции по делам чужеземцев. Вот собирался отвезти их к госпоже Кагиями. Аллорани, где это ты все время ходишь? Разве ты не должна помогать мне в магазине? Хм, я говорила тебе не шататься без дела. А, что? Ты уж так долго и пишешь этот труд. К чему сейчас торопиться? Разве ты не видишь, что беспокоишь этим господина Абату? Что? Господин Вахит, это... Это ученый, который я пригласил из академии поработать консультантом у меня в магазине. А поскольку она пишет научный труд об Инадзуме, то ходит по улицам и ищет вдохновение. Она только что прибыла из академии, еще не знает местных правил. Я пока решаю формальные вопросы с инспекцией по делам чужеземцев. Но иногда она не может удержаться и выходит погулять. Сожалею, что это побеспокоило вас, господин Абата. Что? О, да, мне очень жаль, что я побеспокоил вас, господин Абата. Ладно, все в порядке. Похоже, это мое поведение с самого начала привело к недоразумению. Надеюсь, вы и вправду ученые. Хорошо, Аллорани, иди сюда. Нам надо поговорить. Господин Абата, прошу извинить меня. Блин, мужик нас походу спас от проблем, да? Ну, давай, сейчас. Только почему он помогает нам, интересно. Наверняка ему что-то от нас надо. Ну, или может он просто подобратье душевно решил нам помочь. Ну, я же говорил, не делай ничего подозрительного. Ты все еще не оформил все свои разрешения. Если за дело возьмется инспекция по делам чужеземцев, мирно решить вопрос уже не получится. К счастью, я наблюдал за твоим поведением. Неужели ситуация до сих пор такая напряженная? Я не совсем уверен, но точно знаю, что без документов никак нельзя. Видишь, пропускной пункт на острове Эрита. Если хочешь попасть в инозум, тебе придется получить разрешение. О нет, я что, не смогу собирать данные на других островах? Не беспокойся, я уже навел справки в инспекции по делам чужеземцев. Как оказалось, разрешение получить будет проще, если подавать заявку при моем содействии, как человека, имеющего бизнес в инозуме. Спасибо, но почему ты так хочешь помочь мне? А это что, та самая помощь землякам? Землячество? Да, есть немного. Не так часто я встречаю на зуме кого-то из Сумеру. Но, по правде говоря, я тоже хочу попросить тебя об услуге. Что? Продавец из меня так себе. Я не об этом. Мне неловко просить, но... Хоть я и торгую удобрениями, но знаю о них совсем немного. Когда люди спрашивают меня об особых свойствах удобрений, я могу разве что отослать их к инструкции, которая поставляется с упаковкой. Моих знаний не хватает на то, чтобы рассказать покупателям что-то более убедительное. Если ты не против, я бы попросил тебя помочь мне придумать, как продвигать товар. Хотя бы помоги мне презентовать удобрения в более убедительной манере, чтобы я мог привлечь больше клиентов. Взамен я обещаю, что получу для тебя разрешение в инспекцию по делам чужеземцев, и ты сможешь попасть в другие уголки и надзумы. Что скажешь? По рукам? Хм. Звучит разумно. Продвижение товаров? В Академии я что-то такое изучала. Ты это учила? Я всего лишь прочитал несколько книг на эту тему. Это все теория. На практике я эти знания никогда не применяла. Академия не самое удачное место, чтобы практиковать торговые навыки. Но если я изучу особенности применения удобрений, то, возможно, придумаю какие-нибудь веские аргументы, которые можно будет использовать при продвижении товаров. Это было бы здорово. Ой, что ж мы стоим тут и разговариваем. Вы, наверное, проголодались. Я приготовлю что-нибудь для вас. Путешественница, поможешь раздобыть ингредиенты? Мне нужна рыба, морские водоросли и рис. Хм. Что ты собираешься приготовить? Ха-ха, ничего особенного. Просто один старый рецепт. Помогите собрать ингредиенты для лорани. Так, а у меня что-нибудь из этого есть? Ты нашла ингредиенты? Не знаю. А, ну да. Ну да, есть. Рыба, рис и морская водоросли. Это все у меня есть. Хорошо. Не переживай. Этого более чем достаточно. Минутку. Скоро будет готово. Ух ты, выглядит аппетитно. Это превосходный. Ты превосходный повар. Ха-ха, если долго живешь один, то по неволе учишься таким вещам. Давай, угощайся. Я делал это еще и для бизнеса. Сначала продумывал много разных способов приготовить удобрения, а продвигать удобрения. И одна из идей заключалась в том, чтобы готовить вкусное блюдо из овощей, выращенных на моих удобрениях. Это подтвердило бы эффективность продукции. Но потом я понял, что готовить еду в магазине удобрений несколько неуместно. Так что выбросил эту идею из головы. Это не совсем к месту. Конечно, теперь благодаря помощи госпожа Лоране мне больше не придется придумать эти нелепые идеи. Я сделал все возможное. А что касается сложности с разрешением, предоставь это мне. Если не возникнет затруднений, все должно решиться за какие-нибудь несколько дней. И все же исследователи, редкие гости вы на зуме. Что за научный труд ты пишешь? А, я не знаю. А, я пока еще не решила. Я надеюсь закончить труд здесь, в на зуме. Если не успею его дописать, то по возвращению в академию мне придется не сладко. О, все, задание выполнено. Анигири Вахида. Это что, квестовая нигири, что ли? Анигири из риса, который культивировал лично Вахид. Их вкус нисколько не уступает их красоте. Использовать? А куда их использовать? Что это мне дало? Я их использовал, а что мне это дало, я так и не понял. Ну, типа, это просто так, приколюха такая, да? А что он продает, кстати? Анаитское благословение? Вас тоже рисует Анаитское благословение? Что это такое? Никогда о нем не слышали? Это фирменные продукты Сумеру, милостью малого властительного кусаналя. Неважно, насколько бесплодна земля или ужасен климат, небольшое его количество сотворит чудеса. Какая теоретическая концепция лежит в основе этого продукта? Ну, дело должно быть в элементальной силе, скрытой внутри. Она дает земле больше жизненной силы. А затем, я не исследователь, поэтому не могу очень хорошо это объяснить. В любом случае, мы, местные жители Сумеру, используем это вещество для земледелия. Его эффект безупречен. Он идеально подходит как для собственного использования, так и в качестве подарка родным и близким. Где? Это он по ходу про это удобрение и говорил, что не может его обосновать. Ну, там, не может о нем рассказать. Про этот магазин. Вся в уши Бакшеш продается только фирмен товар из Сумеру. Помимо нашего главного продукта, анаитского благословения, у нас также есть тщательно отобранные супервкусные грибы Руха Шава. Все эти изысканные товары прибыли сюда по морю прямо из Сумеру. Так что, будьте уверены, их подлинность гарантирована. Как идут дела? Как бы сказать? Я думал, что после отмены указа Сококу дела пойдут в гору, но на самом деле ситуация не очень-то и улучшилась. За удобрением приходят всегда одни и те же покупатели. Они постоянно забывают, как ими пользоваться. Мэм, не хотите ли вы купить немного анаитского благословения? Может купить его в качестве сувенира на память о вашем путешествии сюда? Я бы не отказался, но почему-то нам не надо. Ну, не надо, так не надо. Действительно, кто же будет покупать удобрение в качестве сувенира? Ну, ладно. Так, получается, задание выполнено, да? И как я и подозревал, это награда репутации Сумеру и Зумзум. Поэтому давайте мы сейчас сдадим на эту репутацию, получим нашу. Наши законные 20 репутаций. И на этом закончим. Заодно я наконец узнаю, что это за квеста была. А то я так название квеста не прочитал же ведь. На чужой стороне, называется. Окей. Так. Блин, сколько уж у меня заданий тут еще. Надо будет, блин, взяться за них. А я и так ими занимаюсь помаленьку. Ладно. Так, вот такой вот квестик у нас получился. Забавненький. Репутацию получили. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до свидания. Продолжение следует.